Я во время консультации ответила на ваши вопросы, которые были заданы ранее, а сейчас на некоторые из них ответит методист психолого-педагогической службы и школьный психолог Кулинко Мария Ивановна. Здравствуйте, уважаемые родители еще раз. У нас было два вопроса к школьному психологу. Я бы сказала, что один, это скорее не совсем к психологу, это был вопрос про социально-педагогические мероприятия, позволяющие первокласснику легче адаптироваться к школьной жизни. И Евгения Сергеевна, собственно, сейчас рассказала, какие мероприятия проходят в дошкольных учреждениях по знакомству с школами в нашем районе, в нашего комплекса. То есть это и знакомство с библиотекой, с учителями и так далее. Я думаю, что эти мероприятия наверняка есть у ваших воспитателей, список этих мероприятий. Что касается школьного уровня, то как вся система образования выстроена так, чтобы первоклассник адаптировался. То есть это и короткие уроки. Первые две четверти дети обучаются не 45 минут, а 30 минут. Это и динамические паузы, это и подвижные игры, которые проходят между уроками. Соответственно, это как раз тот период, когда ребенок адаптируется. В первом классе, насколько вы знаете, детям не выдают домашние задания, им не ставят оценки. Есть определенная система мотивации, которую каждый учитель выбирает сам для себя, для того, чтобы включать детей и их познавательную активность на уроках. На самом деле, ведущая деятельность дошкольного возраста – это игра. И как раз к школьному возрасту дети созревают для того, что ведущей деятельностью становится именно обучение. И постепенно именно учитель, а не родитель, становится авторитетом для ребенка. И дети очень часто мотивации для собственного обучения выбирают не только социальную оценку и не только одобрение родителей, но и отношения с учителем. Это одна из таких самых первичных мотиваций, которые может у первоклассника родиться. Собственно, каких-то еще дополнительных в самом первом классе мероприятий не бывает, кроме как знакомства, такое постепенное введение, знакомство с учителем, который может быть перед непосредственно уже приходом в школу. И то, что есть часто за год до прихода в школу – это такие курсы по подготовке к школе. То есть они тоже могут быть позитивными, интересными, потому что это могут быть учителя, которые набирают первый класс. И это может быть именно регламент, тот ход занятий с переменами, с дисциплиной, которая обычно бывает в школе. На самом деле все дошкольники, которые посещают подготовительные группы дошкольных отделений, они все уже знают, к чему они готовятся, потому что это входит в программу дошкольного образования. Второй вопрос у нас был про… Сейчас, секундочку, я вспомню. У кого-то включен микрофон, выключите, пожалуйста. Так, еще один вопрос был, как правильно реагировать, если ребенок не хочет заниматься уроками? Как помочь понять, что это необходимо? Мне очень интересно, это вопрос от уже родителя первоклассника или это такая тревога за то, как это будет у вас через год, когда ребенок… Через полгода, когда ребенок придет в школу. То есть, если мы говорим про… Опять, да, возвращаясь к тому, что Евгения Сергеевна рассказала, какие компетенции созревают у дошкольника для того, чтобы он стал первоклассником. И здесь есть несколько вариантов, почему вообще такая ситуация может сложиться, учитывая, что для ребенка с 7-8 лет именно обучение становится ведущей деятельностью. Что может случиться такого, что ребенок не хочет заниматься уроками, да, не хочет заниматься обучением, у него там снижение мотивации идет. То есть, я бы выделила три фактора. Это проблемное отношение с учителем, то есть вопрос отношений с учителем, да. Второе – это вопрос отношений с детьми. И третье – это некоторая функциональная незрелость ребенка, которая снижает его мотивацию, да, он чувствует себя, снижает его самооценку. И ребенок не хочет идти туда, где ему неприятно. И поэтому вопрос, как заставить его заниматься, да, как помочь понять, что это необходимо, ребенок это понимает, если все остальное в норме. Если есть какие-то сложности, это важно выяснить по самому ребенку, да, почему, где является вот этот провал, где есть сложность. Либо это в его незрелости, и тогда мы ему помогаем для того, чтобы он дозрел, да, как бы какие-то там доращиваем компетенции, да, помогаем с обучением. То есть все, что касается именно такой функциональной, функционального дозревания. Что касается проблем с контактом с учителем. Здесь тоже, если все, что Евгения Сергеевна назвала, и это была готовность, да, подготовка к школе ребенка была проведена родителями до этого, то вопрос именно каких-то, может быть, межличностных отношений, да, какого-то и такого личностного контакта с учителем. Всякое бывает, бывает несовпадение и так далее, но это очень редко. Чаще всего встречается то, что ребенка недолжным образом подготовили к школе. Подготовка, собственно, Евгения Сергеевна выделила все важные моменты к этому. Я бы добавила еще такую важную составляющую, как, в принципе, переход ребенка к большей ответственности за какую-то сферу деятельности. Потому что все-таки учеба в большей степени это труд, да, ребенку нужно это делать, должно это делать. И если до этого у него не было никакой ответственности, которую он нес, конечно, ему сложно перестроиться. Потому что, в общем-то, первоклассник дома – это абсолютное изменение всей семейной ситуации, системное изменение. Потому что, да, теперь это не просто дошкольник, которому можно все, у которого там отдельность, более свободный режим. Это уже человек, который встраивается в систему и человек, которому предъявляются определенные требования. Поэтому можно включать, да, определенную эту ответственность, определенные требования заранее. И не с тем, что вот с угрозами, да, в школе у тебя не будет получаться, если не будешь сейчас делать. А постепенно. Ребенок чаще всего хочет брать ответственность. Он хочет что-то мочить, что-то уметь. Что это тоже относится и для него, и для его самореализации, и для познания своих способностей, своих умений. Также важен режим дня и соблюдение этого графика. Определенные структуры, которые вы вводите, когда ребенок начинает учиться. И это то, что... Это как определенные правила семьи, которые вводятся не только для ребенка. Да, вот ты теперь у нас ученик, ты должен то-то, 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 а у нас останется все как было. То есть это то, во что включается вся семья. Вся семья в этот период, конечно, было бы здорово, если была бы такой поддержкой в том, что, да, как устроен его график, и как остальные тоже ему помогают в этом графике жить. И если эти все моменты учтены, да, если там отношения с детьми, с учителем и с функциональной зрелостью, ну, как бы мы отметаем, да, все здесь хорошо, то еще вариант, который можно исследовать для себя или выбирать для своей семьи, это просмотреть, как устроена вообще система поощрения наказания вашей семье. Это тоже может влиять очень сильно на мотивацию ребенка, если эта система продумана недостаточно хорошо, если здесь слишком много наказания, да, если это не способность договариваться с ним, потому что в норме ребенок не нуждается в наказании, так скажем, да, он все понимает и очень много, то есть все, главное воспитание, по сути, вы ему дали за период дошкольного детства. Дальше это уже то, как вы научаетесь вместе с ним взаимодействовать и выстраивать деловые отношения, в том числе с позиции его ответственности, да, и вашей включенностью, тоже ваше разделение этой ответственности. Собственно, так, кратко, каждая ситуация уникальна, поэтому всегда можно обратиться к школьному психологу, к классному руководителю, то есть к учителю, для того, чтобы понять, а в чем конкретно причины неуспеваемости или отсутствие мотивации к обучению там конкретного ребенка. Спасибо. Будут еще какие-нибудь вопросы? Спасибо большое за подробный рассказ, Мария Ивановна. Я смотрю в чат, нет, у нас сейчас нет никаких вопросов. На предыдущий вопрос, который задавался к психателю, мы надеемся, что все родители получили ответ, а также написала чат, что в каждой группе подготовительно размещены ящики вопросов-ответов, в которых каждый родитель может задать вопрос как к психологу, так и учителю. Поэтому будем ждать от вас вопросов, конечно, может быть у нас получится еще раз встретиться. Рада, что не фонит звук микрофона. Мария Ивановна, можно я вас выключу? Спасибо. Если у вас появятся еще какие-то вопросы продуктивные, вы можете получить по телефону, который я написала в чате Евгении Сергеевны напрямую лично, либо записаться на встречу и при встрече уже обсудить какие-то очень важные для вас вопросы. Рады всем, рады взаимодействию и надеемся, что наши первоклассники успешно пройдут адаптацию в первом классе. И вы, как родители, приложите для этого максимум своих усилий, терпения. И я вам желаю, конечно, всем крепкого здоровья, набраться за предыдущие, следующие полгода, не болеть, посещать для школьной группы. Мы надеемся, что наша встреча была для вас полезна. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...